Товарищ председатель призывной комиссии, призывник ЦАРТОЛЬ ИГНИЧНЫЙ, призывной комиссии прибыл. 1 апреля стартовала очередная призывная комиссия по отбору пополнения вооруженной силы Российской Федерации. До 15 июля будут проводиться мероприятия, связанные с предварительным медицинским осмотром, лечением и обследованием призывников в Щелковском военкомате. За весенний призыв планируется набрать 270 будущих военнослужащих. Хотят, видно, хотят. Скажем, три года назад шли поменьше, чем сейчас. Год службы, во-первых. Во-вторых, законы, что без военного билета никуда не устроишься, что нужно обязательно служить, любую организацию, если взять, то я так думаю, что, наверное, вот это больше всего. С повесткой и документами призывников ждут в картотеке военкомата. Именно здесь начинается изучение молодого человека и его планов на жизнь. После этого проверяются документы, психологическое состояние и нервная устойчивость. И, наконец, медицинская комиссия, которую сегодня обмануть крайне сложно. Этому способствует стаж и опыт врачей, медицинские приборы и, при необходимости, полное обследование в районной больнице. Я думаю, что тут очень-очень трудно с нами совладать или что-то изменить и обмануть. Сейчас пошла тенденция, что молодые люди хотят служить, даже скрывают то, что они плохо видят, стараются выучивать. Ну, что самое интересное, что он прикрывает глаз четочком, смотрит на меня и читает всю таблицу подряд. Я говорю, ты хоть туда, в таблицу посмотри, на память выучивать их. Как и год назад, призывники, имеющие высшее образование, могут выбрать между годом срочной службы и пяти годами по контракту. Бонусом второго варианта станет возможность получить военную ипотеку после прохождения службы. Многие сегодняшние призывники с энтузиазмом в глазах готовятся пройти школу мужества по собственному желанию. Ближайшие из них стартуют уже 19 апреля. Считаю, что это должно быть интересно. По крайней мере, я надеюсь на это. Турс-служба будет интересной и принесет что-то полезное. В армию сейчас намного лучше служится, говорят. Надо отдать долг Родине. Обязательно. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».